Самарские любители астрономии в воскресенье утром переживали. Облака, которые растянулись по небу, могли помешать наблюдению за частичным солнечным затмением. Но в самый важный момент небесное светило все же показалось самарцам. И если для россиян оно было закрыто всего лишь на 8%, то жители Африки увидели полноценное кольцевое затмение. Это происходит тогда, когда у нас Луна находится слишком близко к Солнцу, и она своей тени полностью не загораживает Солнце, и мы видим как бы колечко по периметру Солнца. В целом по России был очень маленький процент этого закупокрытия. Где-то это видно больше, где-то это видно меньше, в зависимости от места расположения на нашей планете. В этот раз представители Самарского клуба любителей астрономии наблюдали заявлением по отдельности. Ограничительные меры не позволили собраться всем вместе, но обычно такие затмения отмечают массовым сбором. Мы постоянно проводили мероприятия открытые, это и в городе, это и за городом. Астрономы выставляли свои телескопы, и все желающие могли подойти и посмотреть абсолютно бесплатно. Наблюдать за солнечным затмением лучше всего с помощью специальной техники. Бинокли, монокли, телескопы и объективы камер. Но при этом ни в коем случае нельзя забывать про специальные светозащитные фильтры, которые затемняют слишком яркое солнце. Если этого под рукой нет, то всегда помогут повседневные предметы. Например, три пары солнцезащитных очков, наложенных друг на друга. Либо обычное стекло, которое перед этим нужно закоптить свечкой. Подойдут также тонировка для автостекол, сложенная в несколько слоев, и маска сварщика. Эти знания помогут в следующий раз. В этом году будет еще два лунных затмения в июле и ноябре. И одно солнечное в декабре, которое жители России увидят только частично. А вот полноценное кольцевое затмение получится увидеть через год, 10 июня 2021 года. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Сергей Баскин. События.